Электрическая зубная щетка, ирригатор, беспроводные наушники и еще по мелочи. На сумму более 12 тысяч рублей. Все мимо кассы. План был прост и почти выполнен. Только одного не учел 25-летний молодой человек. Магазин оснащен камерами видеонаблюдения. А он практически стал героем реалити-шоу, которое внимательно посмотрели сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны. Сразу после жителю Балашихи пришлось отправиться не домой, а в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Например, если это хищение, которое валируется до 2,5 тысяч рублей, так называемое мелкое хищение, иногда бывает в магазинах выносят товары, но на небольшие суммы например, прячут куда-то, то предусмотрена административная ответственность за это. А вот за кражу на большую сумму ответственность серьезнее, вплоть до уголовной. Еще одно отягчающее обстоятельство – рецидив. Когда человек украл вещь, на него наложили административную ответственность, ну там что-то мелкое, и он же второй раз повторяет. То есть за это уже предусмотрена не просто административная ответственность, а уже уголовная ответственность. Сотрудники торговых центров, кажется, знают о магазинных ворах все. Чаще всего кражи совершаются во второй половине дня группой лиц. Роли четко распределены. Одни отвлекают, другие прячут товар. Остаться незамеченными шансов нет. Закрываются все дополнительные двери, проходы, которые раньше были открыты. Практически оставляем один. Далее, значит, пользуемся очень усиленно камерами. Кадры с камер видеонаблюдения в опасные часы отсматривают несколько человек. Есть и те, кто ненавязчиво следит за поведением покупателей в зале. При подозрении на кражу служба охраны магазина никого досматривать не вправе. Разбираться с подозреваемым будут уже сотрудники полиции. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.